В Приморском крае создано более 200 территориальных общественных самоуправлений. Инициативные граждане имеют возможность не только положить новый асфальт и поставить лавочки, но и обустроить целую спортивную площадку. Так на ТОС Первая Луговая установлены спортивные тренажеры для людей всех возрастов, игровой комплекс для детей, а также обновлено покрытие. Мы довольны, конечно, и дети довольны, и родители довольны. И вот эти ходилки у нас просили пенсионеры, и мы удовлетворили их просьбу, и вот как бы все довольны. И из других дворов, и вот это дети все, которые на площадке, это не наши только дети, это из 50-го, из 13-го дома, из соседних домов дети приходят. Помимо ТОСов, работа ведется и благодаря многочисленным обращениям приморцев к губернатору Приморского края. Так, получив информацию о нехватке качественных и современных спортивных объектах во Владивостоке, глава региона дал поручение о модернизации более 30 спортивных стадионов. В этом году, в осенний период, будет сдано 34 стадиона в городе Владивостоке. Эту работу мы будем дальше продолжать не только по Владивостоку, но и по другим нашим городам. Восстанавливать все пришкольные стадионы, чтобы была возможность детям и в вечернее время взрослым заниматься этим стадионом, спортом. То есть, чтобы они оборудованы были всем необходимым. Мне кажется, что это хороший такой шаг в развитии спорта, массового спорта, возможности заниматься здоровым образом в жизни. Теперь ученики школы 69 после уроков проводят время спортивно. На нижнем стадионе появились детские и взрослые воркауты, футбольное поле, беговая дорожка, эксклюзивные силовые тренажеры и трибуны. А на верхнем стадионе сделаны волейбольная и баскетбольная площадки. Могу сказать, что район у нас спальный. В данном районе нет никаких других спортивных площадок больших, нету стадионов, так как школа одна единственная. И наши жители микрорайона очень довольны, так же, как и школа, в принципе, учителя физкультуры, потому что дети сейчас могут заниматься уроками физкультуры достаточно в современных условиях. Вечерами тут проходят игры района, я имею в виду футбольные игры, волейбольные, баскетбольные. Также люди занимаются с детьми, приходят. Ворота открыты до девяти вечера. Напомним, губернатор региона прикладывает большие усилия для того, чтобы как можно больше жителей приобщались к здоровому образу жизни и стремиться воспитывать спортивное поколение в Приморском крае. Олег Кожемяка и правительство края держат на особом контроле популяризацию спорта среди молодежи нашего региона. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев. Новости на восьмом.